В этом году вот так. Проголосовав за кандидата, Орехово-Зуевца отправляется вовсе не домой. Впереди еще одно дело, а точнее решение. Какой парк Победы они хотят увидеть в ближайшем будущем? Напомним, что жители Орехово-Зуева могли проголосовать за варианты благоустройства прогулочной зоны и озеленения парка. На суд были представлены два дизайн-проекта. В результате мнения жителей разделились. Кого-то привлекало необычное устройство пирса, другим же был важен цвет листвы и места для прогулок. Надо побольше гулять вдоль набережной, река, чтобы это все было. И деревья хочется, конечно. Зеленые уже надоели, красные, мне больше нравится. Больше вариант устраивает первый вариант. Объясню почему, потому что там все-таки есть разнообразие насаждений. Я мужа тоже поддержу, потому что мы вместе обсуждали, смотрели. И вообще хочу сказать, какое-то чудо, что в городе рождаются такие интересные проекты. Голосование за проекты развернулось на 39 участках. Волонтеры отмечали, что активность при этом не меньше, чем на главных выборах. Очень много народу. Все хотят голосовать и за президента, и за парк победы. То есть каждый житель. И мы видим, что все хотят изменить этот год, сделать в лучшую сторону. Мы очень этому рады. Мы сравнивали списки. У нас получилось то, что проголосовало 478 человек пока что на данном участке. Это с 8 до 10 часов. Молодые больше хотят сцену и цветные деревья. Но вот пожилая категория людей, она более склоняется к пирсу, к лавочкам, к спокойствию. Конечно, такое правило действовало не везде. Но в некоторых случаях так и было. Уж очень старшему поколению нравился необычный пирс, представленный на втором варианте. Так, ну покрасивее набережную, чтобы посмотреть с высоты на нашу крылья. Очень удобно. Там и постройка будет очень красивая. Мне оба варианта нравятся, хотя люди выбирают разные. Я, конечно, за пирс. Мне хочется, чтобы наша река обрела такую жизнь, чтобы люди катались на лодочках, чтобы радость приносила не только набережная, но и сама река вода. Тем, кто не определился, волонтеры и представители администрации помогали. Разъясняли подробнее, где и что будет. Вместе с тем на участках сразу же подсчитывали число голосовавших. Не вручную, а при помощи новых технологий. Онлайн все это сканируется и передается сразу же в центр, для того, чтобы видеть, как граждане голосуют за это. Итоги голосования будут известны в ближайшее время. О том, какой вариант благоустройства парка стал победителем, жителям расскажут на сайте средам.о2018.ру. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова